Буровые установки в Самарском дворе как символ светлого будущего. Скоро здесь будет ясно круглые сутки. 15 световых опор по два фонаря на каждой расстоянии отмеряют так, чтобы ни один квадратный метр не остался в темноте. Пока здесь устанавливают столбы, светильники появятся позже. 30 лампочек мощностью по 100 ватт. Настраивать их будут с ювелирной точностью. Мы устанавливаем кронштейны с разным разворотом. Допустим, двухрожковые есть на 180 градусов разворот, есть на 90. Ну и, соответственно, смотрим, чтобы не слепило в окна и освещало хорошо двор с обоих сторон. Допустим, и газон, и дорогу. Девятиметровые столбы на четверть закапывают в землю с ними. Работники муниципального предприятия Самары Горсвет справляются лихо. Главное – надеть каску, внимательно проверить крепление и не стоять под опорой, когда она еще не коснулась земли. Закрепив, фонарные столбы забетонируют. Опоры надежные, уверяют монтеры. Чтобы ровно установить опору, рабочим нужен отличный глазомер. Они выбирают на местности ориентир, скажем, угол дома, и уже по нему выравнивают столб. Жители, увидев в своем дворе рабочих, приятно удивились. Теперь, говорят, возвращаться домой или просто прогуливаться по двору будет и приятно, и, главное, безопасно. Мне кажется, хорошо будет, хотя бы видно, куда идешь. Особенно, когда зимой все темно, трудно сориентироваться в пространстве. Конечно, сходить удобнее будет. Постоянно лужи, постоянно лужи. Ничего не видно, дорогу не видно. Идем, тут и дети гуляют с матерями, постоянно спотыкаются. Закончить работы на улице Советской армии сотрудники муниципального предприятия Самары Горсвет планируют до конца недели, после чего понесут лучи света дальше во дворы промышленного района города. Алина Чемерис, Максим Гусев, События.